Здравствуйте, друзья! Сегодня будем готовить оладьи с яйцом и луком. Для этого мы взяли 300 мл кефира, у нас он 3-процентный, в который мы разобьем сейчас одно яйцо. Добавим немного муки. И будем перемешивать. Мы слегка перемешали кефир с яйцом и мукой. Теперь мы добавляем туда же 1 столовую ложку с горкой сахара, чайную ложку без горки соды, пол чайной ложки без горки соли и перец по вкусу. Также ко всему этому добавляем еще муки. И начинаем перемешивать. Итак, мы вымесили тесто. По консистенции оно выходит примерно вот такое. Для этого нам понадобилось около 300 грамм муки. И теперь мы отставляем нашу емкость в сторону и приступаем к нарезке яиц. Яйца нужно нарезать как можно мельче. Яйца мы заранее сварили и почистили. Нарезав как можно мельче яйца, мы их убираем в нашу емкость. Кстати говоря, яйца варили мы примерно 10 минут. Добавив яйца к нашему тесту, мы приступаем к нарезке лука. Лука мы берем в хороший пучок и нарезаем его как можно мельче. Нарезав лук как можно мельче, мы добавляем его в емкость. Добавим все ингредиенты к тесту, теперь хорошо перемешиваем. Перемешав все ингредиенты, можно жарить оладьи сразу, но мы дадим постоять тесту примерно 10 минут. Дав постоять тесту 10 минут, мы хорошенько налили масло в сковородку и поставили ее на газ меньше среднего. И теперь начинаем добавлять оладьи. Тесто для оладьев. Предварительно ложку мы окунаем в воду, чтобы тесто лучше отлипало от ложки. Это вы можете видеть сами сейчас. Тесто легче отлипает, чем если просто совать ложку в тесто. Спустя примерно 2-2,5 минуты начинаем переворачивать. И жарим теперь их с другой стороны. Спустя еще пару минут наши оладьи, первая партия, готовы. И вынимаем их на тарелку, которую мы предварительно застелили бумагой, чтобы она впитала лишнее масло. Отставляем тарелку в сторону и начинаем выкладывать на сковородку новую партию. И таким же образом пережариваем все оставшееся тесто. Итак, мы пережарили все оладьи, дали им немного остыть. И теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Как мы можем видеть, оладьи получились отличными. Они пропеклись. Мы уже попробовали один из оладьев. Они получились очень вкусные. Каждый ингредиент, добавленный в тесто к оладьям, чувствуется. И это придает оладьям еще более насыщенный и более вкусный вкус. Такие оладьи отлично подойдут со сметаной. Также их можно кушать в качестве замены бутербродом. Или же в качестве замены хлеба с супом. С такого замеса теста у нас вышло 19 оладьев. И мы потратили на это совсем немного времени. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем приятного аппетита! До новых встреч, друзья! До новых встреч!